Ну что ж, дорогие друзья, день смеха 1 апреля должен начать эту программу с розыгрыша. И ничего интереснее не придумал, как добавить в кофе соли. Так что, прости, Саша, с первым тебе апреля. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, здесь явно лишнее. Ты перепутал сальсакаром или влюбился? Это я так... Неудачно пошутил. Сегодня же 1 апреля, так что извини, надо было начать этот эфир с розыгрыша. Ты знаешь, ничего хуже в своей жизни я не пробовала. У нас в студии неудачница-кофеманка Александра Байдачина. Шутник-самоучка Игорь Макарский. Ну что ж, сегодня 1 апреля. Вот ты собирался поговорить о розыгрышах, о смехе. А я, между прочим, хотела бы сегодня поболтать о своем любимом кофе. Ведь именно сегодня, 1 апреля, 77 лет назад, публике впервые представили растворимый кофе. Ну, ты ничего не оставляешь меня, как вызвать тебя на дуэль. И давай, пожалуйста, поспорим, чего же нам не хватает в жизни. От чего можно получить заряд бодрости? От свежесваренного кофе, либо от старого бородатого анекдота. Вызов принят. А знаешь, что еще очень хорошо бодрит по утрам? Позитивный прогноз погоды. Узнаем, разморозит ли сегодня нас солнышко. 1 апреля в Самарской области сохранится теплая погода, переменная облачность без осадков. На севере и западе региона в дневные часы столбик термометра поднимется до 7 градусов выше нуля. На востоке и юге до 6 градусов тепла. Ночные часы на всей территории области около нуля. Днем в Самаре и Тольятти сохранится малооблачная погода без осадков. В дневные часы воздух прогреется до 6 градусов тепла. Ночью в областной столице около нуля. Ветер юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду. Между прочим, благодаря кофе люди попадают даже в книгу рекордов Гиннеса. Однажды в колумбийском городе Баяка Туни одновременно за чашечкой ароматного напитка собралось аж 13 800 человек. Мировой рекорд, между прочим, установлен. Ну посидели колумбийцы, ну попили кофе. И что? Вот тебе рекорд так рекорд. 10 тысяч человек недавно одновременно смеялись на одной Стокгольмской площади. Тут дело в том, что ты же понимаешь, что смех продлевает жизнь. Так что столицы Швеции долгожители обеспечены. Зато кофе продлевает срок службы автомобиля. 42-летний британский изобретатель придумал установку, которая использует эспрессо в качестве источника энергии его старенького пикапа. Ну а мы ударим смехом по бездорожью и разгильдейству. Второй месяц подряд в Самаре проходят съемки долгожданного уже фильма, кинокомедии «Борода без даты» с участием местных жителей и местных наших же актеров, ведущих актеров драмтеатра. Премьера планируется на декабрь 2015 года. Ждем. Ну, эта премьера когда еще будет? А вот самая маленькая в мире кофеварка уже существует. Всего 2,5 сантиметра. Кстати, в скорости варки она ничем не уступает старшим братьям. 25 секунд. И все готово. Ну что такое 25 секунд? Два часа, понимаешь? Два часа беспрерывного хохотания и гогота. Это такой вот мировой рекорд установил один эфиопец, который, в общем-то, перебил сам свой же рекорд. До этого он смеялся немного меньше, но теперь задокументировано. Два часа беспрерыва. Ужас. А вот тебе еще одна, кстати, терапия. Такая, можно сказать. Физическая культура смеха йога. Да, люди приходят и хихи да хаха чередуют с ассанами. Таким образом, улучшают свое здоровье, проливают жизнь и настроение улучшают. Наши простые движения, может быть, и не такие смешные, но для здоровья они полезны не менее. Доброе утро, дорогие друзья! С вами канал «Губерния». И сегодня на нашей зарядке мы будем выполнять функциональные упражнения, которые способствуют развитию всех крупных мышц ног, пресса, спины и верхнего плечевого пояса. Первое упражнение называется «Приседание и разгибание рук». Для этого нам потребуется бодибар, степ и коврик. Берем бодибар. Исходное положение у нас. Ноги на уровне плеч. Бодибар на уровне груди, в согнутых руках. Выполняем приседания. Раз. Три. Четыре. Пять. Не забываем про дыхание. Шесть. Хорошо. Дальше второе упражнение у нас называется «Обратное отжимание и разгибание ног по переменам». Занимаем исходное положение упор сзади. Ноги согнуты. Постановка рук на уровне плеч. Сгибаем руки вниз. При разгибании рук разгибаем одну ногу. И обратно. Другую ногу. Наверху выдох. Внизу вдох. Шесть. Семь. Восемь. Девять. И десять. Хорошо. Следующее упражнение. Занимаем упор лежа с носок. Спину держим ровно. Таз вниз, спине опускаем. Левым коленом тянемся к правому локту. И ставим на место ногу. Так работаем по диагонали другой ногой. Два. Три. Обязательно дышим. Четыре. Высоко таз не поднимаем. Хорошо. И последнее упражнение на сегодня. Занимаем исходное положение лежа на спине. Ноги ставим на степ. Руки за голову. И выполняем скручивание. Поднимаем лопатки. Поясницу от пола не отрываем. Плавно опускаемся. Лопатками касаемся пола. И обратно скручиваем. Два. Не забываем дышать. На подъем выдох. На опускание вдох. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Хорошо. Все, на сегодня зарядка закончилась. Спасибо большое за внимание. Удачного дня. Между прочим, с помощью кофе можно и похудеть. Он притупляет чувство голода. А еще в одной чашке эспрессо без молока и сахара содержится всего 9 калорий. Поэтому пей и не хочу. Не хочу. Я все-таки настаиваю, что смех лучше, чем кофе. Потому что 15 минут смеха заменяет 30 минут интенсивных тренировок. Ходите в спортзал, не ходи. А как насчет головной боли? Если появилась тяжесть в висках, попробуйте сделать пару глотков кофе. И, вероятнее всего, спазм отступит. Если, конечно, у вас нет хронической гипертонии. И опять здесь кофе ни при чем. Посмеялся и вызвал сам в себе выработку гормона счастья, эндорфина. А этот гормон отвечает также за обезболивание. А что ты скажешь на это? Французские ученые провели эксперимент. Его участники выпивали в день не менее трех чашек кофе. В результате оказалось, что этот напиток улучшает женскую память. Здесь я, конечно, бессилен. Но женскую память очень хорошо улучшает еще и календарь губернии. Давайте посмотрим. Сегодня 1 апреля. День смеха. Обычай шутить и смеяться в этот день существует не только в России, но и во многих других странах мира. Одна из самых распространенных версий о возникновении данного праздника гласит о том, что День смеха появился во Франции, когда в 1582 году Папа Римский Григорий XIII ввел новый календарь, получивший название Григорианского. А Новый год был перенесен на 1 января. Однако многие люди продолжали праздновать его 1 апреля, за что над ними подшучивали, преподнося различные дурацкие подарки. А известен и популярен этот веселый праздник стал в 18 веке. В День смеха было принято давать друг другу бессмысленные поручения, например, найти и принести сладкий уксус. Поздравление с днем рождения сегодня принимают заместитель министра культуры Самарской области Светлана Юрьевна Пряникова и доктор исторических наук, профессор кафедры российской истории Самарского государственного университета Эдуард Лейбович Дубман. Также в первый день второго календарного месяца весны были рождены Известный российский писатель, классик мировой литературы, автор бессмертных произведений «Ревизор», «Вечера на хуторе Близди Каньки», Тарас Бульба, «Ви», «Мертвые души», Николай Гоголь. Выдающийся советский авиаконструктор, создатель знаменитых самолетов «Як» Александр Яковлев. Русский композитор, пианист и дирижер Сергей Рахманинов. Популярный журналист и телеведущий Владимир Познер. Любимая многими актриса театра и кино Ольга Дроздова. Популярный певец, телеведущий Сергей Лазарев и другие известные люди. А именина сегодня отмечают Дарья, Дмитрий, Иван, Иннокентий и Софья. Второй весенний месяц назвали апрелем не случайно. По народному поверью, в апреле земля преет. По преданиям, первого апреля просыпался домовой, и его нужно было задобрить, угостить хлебом и молоком и развеселить небольшим представлением. Особо смелые пытались домового обмануть, и для этого говорили друг другу неправду. А девушки в этот день старались разыграть как можно больше людей, считая, что в таком случае женихи их точно не обманут. Существовали для этого дня и свои приметы на погоду. Наши предки, в частности, говорили, какова погода первого апреля, такова будет и первого октября. Всего вам самого доброго. И помните, что лучшая шутка – это та, над которой смеется тот, над кем пошутили. Уважаемые друзья, запечатлевайте свои смешные моменты, присылайте, а мы будем ногами ха-ха-ха-хатать. Ну а сегодня посмотрим видео, с которых должно начинаться каждый день. Вы когда-нибудь видели, как хаски смеется? Или сова? Ловите момент. Действительно, очень смешно. Ну что, у тебя получается, Игорь? Ну это не я озвучил, это правда сова. Ну что ж, а мы продолжаем наш спор. Кофе настолько популярен, что в честь него даже открывают музеи. Один такой есть в Санкт-Петербурге. Уникальную экспозицию можно не только разглядеть, но и попробовать на вкус. Дегустация проходит каждые два часа. Ты мне тут лапти не плети, и в Питер меня не отсылай. У нас своих специалистов хватает, и по этой части у нас свои знатоки. Марина Баркова знает, где их найти. Село Юмратка, Кошкинский район. Пока чувашское население еще спит под белоснежными перинами сугробов, старожил Сергей Опраскин чуть свет уж на ногах. За водой в колодец ходить, чаю сварить, корм-корм дать, да за основное дело приняться. Эти вот в яшнях, которые ходят, которые шагачутся, и... А это вот ученикам, это тоже, это женские. Эти уже обыкновенные колодки. Сергей Николаевич сегодня единственный на весь район мастер, который сохранил традицию плетения лаптей. Отец его плел, пока на фронт не забрали. А потом и малолетний Сергей взялся за дело. Благодаря детскому трудолюбию вся округа в тяжелое военное время была обута. Тогда в Юмратке лапти носили круглый год. Сергей Николаевич признается, из-за бихода плетеная обувь в деревне еще не вышла. Сам носит лапти дома. Лет пять тому назад с Куйбышева приехал один, с Сары Кармалинской, 56 пар заказал. Я ему плел. И он приехал, забрал, поехал в Москву, продал. Долларами привез и мне доллар показал. А что я буду делать с ними долларами? Большое спасибо. Этой зимой у мастера в плетении лаптей вынужденный простой. Закончилось липовое сырье. Осталось всего три пары, две из которых уедут с нашей съемочной группы в Самару. Ну а Праськин без сожаления расстается с последними экземплярами плетеной обуви. Это тебе на память подарю я. Не побрезгиваешь? Я эти не спрашиваю, мне цены не надо. Я бесплатно даю. Это тебе на 8 марта вот плясать. Ой, спасибо. Более того, не тяни. А то ноги будут болеть. Вот так, назад. И опять этим крышиком, вот так вот. Маменька, мамашенька, да я у вас, монашенька, на улицу не хожу, с кем гуляю, не скажу. Впереди у ветерана труда 85-я юбилейная весна. Новые походы в лес за ценнейшим сырьем под названием лутошки и новые заказы. А сейчас юмрадский мастер готовится к новому рыбацкому сезону. С пяти лет рыбачит мордами. Сегодня этот первобытный способ ловли почти утрачен. Рыбы очень много было у нас. Две морды поставишь вот таких вот. Утром ведро. Я на рыбе вырос. В 43-м году народ голодный был. А мы с братом рыбачили. Больше полувека Сергей Николаевич проработал в колхозе плотником. На его подводах возили зерно. В его долбленной посуде юмрадские хозяйки замешивали квашню. В корытах стирали белье, в плетеные корзины собирали урожай. В доме у Опразкина все сделано его же руками, включая саму избу и заканчивая плетеными веревками в сарае. Из корыта я моюсь в бане. Из своего собственного вырубленного. Да. Оно лучше, чем тазы и прочее. В нем вода не стынет. Все сам делаю. А сейчас инструменты даже никто не знает, как называть. Не то ли долбить. Уже три года Сергей Николаевич живет в гордом одиночестве. Вдовец пережил двух жен, вырастил шестерых детей. Сейчас у Опразкина 14 внуков и 22 правнука. У каждого на гвоздике красуется пара дедовских лаптей. Один из сыновей Опразкиных перенял ремесло отца. Так что лапти из Юмратки еще долго будут прославлять район. Марина Баркова, Егор Майоров. Программа «Утро губернии» из Кошкинского района. Отличная и веселая новость. Команда КВН «Самара» попала в премьер-лигу по итогам фестиваля Международного фестиваля КВН в Сочи. Теперь будем смотреть наших земляков на федеральном канале. Увидеть земляков в эфире нашего канала можно прямо сейчас в нашей новой рубрике «Рифматека». Они все вместе прочитают одно забавное стихотворение «Самая то в день смеха». Принцесса была прекрасная, погода была ужасная. Днем во втором часу заблудилась принцесса в лесу. Смотрит полянка прекрасная, на полянке землянка ужасная. А в землянке людоед, заходи-ка на обед. Он хватает нож, дело ясное. Вдруг увидел, какая прекрасная. Людоеду сразу стало худо. Уходи, говорит, отсюда. Аппетит, говорит, ужасный. Слишком вид, говорит, прекрасный. И пошла потихоньку принцесса. Прямо к замку вышла из леса. Вот какая легенда ужасная. Вот какая принцесса прекрасная. А может быть, было все наоборот? Принцесса была ужасная, погода была прекрасная. Днем во втором часу заблудилась принцесса в лесу. Смотрит, полянка ужасная. На полянке землянка прекрасная. А в землянке людоед, заходи-ка на обед. Он хватает нож, дело ясное. Вдруг увидел, какая ужасная. Людоеду сразу стало худо. Уходи, говорит, отсюда. Аппетит, говорит, прекрасный. Слишком вид, говорит, ужасный. И пошла потихоньку принцесса. Прямо к замку вышла из леса. Вот какая легенда прекрасная. Вот какая принцесса ужасная. Доброе утро, говорим мы нашим гостем. Очаровательным девушкам Мария Резванова. Руководитель фестиваля конкурса стемов МКС-2015. И Татьяна Сорокина, администратор фестиваля конкурса стемов МКС-2015. Доброе утро. Доброе утро. Так как же прошел чудесный, смешной фестиваль? Чудесный, смешно. Очень здорово, наверное, даже лучше, чем мы предполагали, когда только задумали этот фестиваль. Все прошло на самом деле очень здорово. Много зрителей, много участников. Все рады, довольны, в том числе и организаторы. Задумали давно ли вы его? Ну, задумали мы его, наверное, где-то в конце ноября. И занялись прям плотненько-плотненько его реализацией. И вот, собственно, в феврале уже воплотили в жизнь. Фестиваль стемов. Интересная история. Интересная, потому что, когда еще 15 лет назад я стоял на сцене КВН, вот тогда стемы начали умирать. Прошло 15 лет, и тут бац! Возрождение. А с чего бы? Мы сами участницы стема, мы актрисы, вот, и решили, что наше движение нужно популяризироваться. То есть такой новый виток у студенческих театров. Да, и просто это очень развито в других регионах. Мы потому что сами регулярно ездим на разные фестивали, вот, во все города нашей России, даже в Омск, в Волгоград, вот, в Москву. А в Самаре у нас такого нет. И как-то даже обидно. Ну, то есть, да, был самовар веселый, тут он перестал существовать, и вот сейчас такого нету, и мы захотели собраться и сделать. А вы участников, думаете, наберете на будущий год или еще там дальше и дальше? Конечно, их будет больше, это 100%, потому что многие команды не смогли приехать в этом году, в связи с тем, что были очень сжатые сроки заявки, потому что на подготовку у нас было не так много времени. Вот, но в следующем году очень все настроены к нам приехать, покорить Самару, показать себя нашим вот самарским зрителям. А в каких вузах есть тема? Может быть, какие вузы наиболее активное участие принимают здесь традиции? Ну, у нас, наверное, почти в каждом вузе Самары есть и проходит Всероссийская студвесна. А сейчас, то есть, вы можете посещать, пожалуйста, открытые концерты, гал-концерты по Всероссийской студвесне. Это и плановый институт, это и мед, и гос, и строяк, и технический университет, ну и, конечно же, наш родной аэрокосмический университет. У нас вообще с темы представлены в очень таком широком разнообразии. Расскажите о ваших стемовских традициях. Как называется ваш театр? Наш театр называется Аппендикс, сьер на конце, это важно. Не знаю, что сказать о наших традициях. Молодой или? Нет. Нет, это один из самых старых, да. С 1985 года. Вот, осенью у нас юбилей. 30 лет. Да, это очень внушительный возраст для стема. Понятно, что коллектив меняется, как бы все студенты выпускаются, приходят, но мы поддерживаем выступления на уровне, передаем какие-то традиции нашим новичкам. Девушки, вы рассказывали о том, что ездили в другие города, участвовали в других фестивалях, в том же самом Волгограде и в Омске. Там культура стемов, в отличие от Самары, не умирала. Она существовала долгое время, и все как-то у них так вот идет, идет по накатанной. Есть ли чему у них поучиться, и вы, как организаторы нового фестиваля, какие перед собой задачи ставите? Переплюнуть Волгоград, Омск и Екатеринбург, еще славные города, где много стемов? Ну, не знаю, как насчет переплюнуть, но на уровне нужно находиться однозначно. Тем более, в продолжении традиции веселого самовара, который в свое время был очень популярным фестивалем, мы не можем ударить в грязь лицом, мы должны находиться вот рядом, как минимум. Хотелось бы, наверное, просто сделать свое имя и быть особенными даже среди таких же, как мы. Вот как-то так. Да, чтобы участникам хотелось к нам обязательно приезжать, и чтобы там, конечно, там выбор, понятно, что команда не может ездить на все фестивали, чтобы, а вот нет, в Самару мы поедем. А в этом году кто-то приезжал из других городов? Да, конечно. А кто, расскажите. У нас было три команды из Москвы, были самые наши дальние гости из Новосибирска и Воронеж. Ну, и самарская команда тоже выступала у нас на фестивале. Ну, в Сибирске, по-моему... Вы оценили первое место из команды. Да, тоже давняя история стемов. Как ребята отнеслись к уровню нашего фестиваля, что им понравилось, эмоции? Ему очень понравилось все, особенно, учитывая то, что мы познакомились с этой командой, на одном из предыдущих фестивалей, которые посетили сами, они были безумно довольны. Они сказали, что их встретили очень радушно, очень приятно, по-семейному здорово. И прям чувствовалось то, что команда организаторов полностью отдается участникам, что все для них. И было очень приятно выступать, особенно, когда они взяли первое место. Они были очень рады. Фестивали — это очень интересно для участников. Зрителям было интересно? Да, учитывая то, что у нас было два конкурсных дня выступления команды, потом собранный третий день — это галоконцерт. И если посмотреть на наполняемость зала, все дни зал был полный. На галоконцерт люди даже стояли. И понимаешь, что значит зритель заинтересован, значит ему нравится, значит это как минимум актуально для зрителя. Ну тогда вам удачи и вам желаем МКС-2016. Спасибо. А у нас новости. Вы смотрите новости губернии. В студии Евгения Долгих. Здравствуйте. О главном к этому часу. Строить будут много и активно. Тему жилищного строительства обсудили во время заседания Совета Приволжского федерального округа. Его провел полпредпрезидента ВПФО Михаил Викторович Бабич. Конечно, то, что за эти полтора года сделано, оно впечатляет нас, потому что многие вопросы нашли свое решение в нормативной правовой базе, которая принималась по различным направлениям деятельности Министерства, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, одна из наших болевых точек, в сфере жилищного строительства, развития жилищного рынка, решение вопросов переселения граждан из аварийного жилья и так далее. И даже несмотря на известные экономические трудности, тот временный спад, который мы наблюдали сегодня, в том числе на рынке жилищного строительства, сейчас начинает выправляться. Обсудили на совещании тему арендного жилья. Направление популярное во всем мире, почему-то мало востребовано в России. В Самарской области старт проекта уже дан. Первый дом будет предназначаться для работников ОАО «Кузнецов». В целом, за последние годы Самарской области ситуация на рынке жилья стала стабильнее. Решается вопрос по обманутым дольщикам, возводится жилье эконом-класса, сразу несколько крупных проектов. Тема, она исключительно важная. И задача стоит, чтобы в этом году, в 2015 году, не сократить объемы строительства прошлого года, а наоборот, сделать еще один шаг. Потому что мы за последние 4 года значительно увеличили в 1,8 раза объемы жилищного строительства в Самарской области. Мы одни из лидеров, в тройку лидеров по флоу входим, по темпам роста, да и в стране в десятку. Лидеров входим. Очень важно эту динамику, этот тренд там сохранить. Другим темам начальник областного главка объявил войну всем незаконным точкам продажи алкоголя. Под угрозой закрытия магазины, расположенные на первых этажах жилых домов, а также заведения, где продают спиртное после 10 вечера, несовершеннолетним или вовсе, на прилавках «Контрафакт». Первые 20 нелегальных киосков глава ведомства обещал стереть с лица города лично. Так и сделал. За операцией наблюдал Василий Иванов. Советский район, улица Дыбенко. Эти два небольших киоска, как будто реликты с 90-х, притаились прямо возле детской площадки во дворе. Местные жители рассказывают, народная тропа к ларьку не зарастает. Постоянные посетители стали чуть ли не одной из деталей местного ландшафта. Конечно же, неприятно. Они и пьяные, и бывают очень грязные, потому что они же кто под лавкой, кто на лавке, и ругаются, и бывает и передерутся, и с утра, и ночью в обед кричат. Они сидели на них, пили, бросали там бутылки, окурки. При этом, как рассказали полицейские, торговля велась, что называется, без правил. Продавали горячительное в любое время, да еще и с документами. Не все в порядке. А перед камерой эта женщина утверждает, она к торговле алкоголем никакого отношения не имеет. Я сюда в гости пришла. Ну как это, говорит, в арендатор. А вы меня что, по паспорту венчали, что я здесь арендатор? И первый, и второй киоск, который проверили полицейским, уже известны к владельцу этого. Например, претензии уже были. По данным силовиков, штрафы хозяйка оплачивала, а вот нарушение устранять не торопилась. С 2011 года ни о какой лицензии на продажу алкоголя даже намека не было. Операцию по удалению ларька проконтролировал лично начальник областного главка. Предлагаем администрации эту торговую точку, незаконно стоящую здесь. Она стоит здесь без каких-либо документов, на территорию, на эту палатку. Их здесь нет. И уверяю вас, вот такие вот заведения, такого вот плана, мы будем, если у власти нет возможности, техники и сил эти палатки убирать, мы будем убирать их сами. Спиртное и прочий товар из ларька выносят, а сам киоск грузят на эвакуатор. На все про все около 20 минут. По словам генерала-лейтенанта, в его планах очистить весь город от таких торговых точек. При сносе первых 20 он намерен присутствовать лично. Василий Иванов, Дмитрий Столяров. Новости губернии. Самарские маршрутки стали дороже. С 1 апреля стоимость проезда увеличилась на 5 рублей. Речь идет только о тех, за которые отвечает Самара Автогаз. Среди них маршруты номер 1, 37, 61D, 240 и несколько других. Всего 30. Как отмечает руководство компании-перевозчика, подорожение связано с ростом курса валют. Стоимость поездки останется прежней для маршрутов, на которых работают машины отечественного производства. Это номер 6, 272 и 213. Что касается муниципальных средств передвижения, то, как заявляет городская администрация, за на все маршруты, где действует единая транспортная карта, стоимость проезда не изменится. И к этому часу вся информация. До встречи. И снова доброе утро в студии ведущий Игорь Макарский. И Саша Байдач. И сегодня мы пытаемся выяснить, что же бодрит лучше. Хороший анекдот или чашка кофе 1 апреля. Я отдаю свой голос. Естественно, за юмор, потому что история юмора не стоит на месте, развивается. Недавно у нас в Самаре открылся новый бар, бар стендап, и это направление набирает ход. Мне очень нравится, и сейчас любое уважающее себя заведение не обходится без свободного микрофона и шоу юмористов из народа. Ну, знаешь ли, кофе тоже можно приготовить по-разному. Пробовал ли ты когда-нибудь айс-кофе? Нет? То-то же. Секрет приготовления прост. Свежеваренный кофе смешивают с шариком мороженого, затем все это поливают растопленным шоколадом. Звучит даже вкусно. Ну, какой-то шурум-бурум получается. Я вот тебе про юмор скажу. Хорошие шутки тоже нужно хорошо приготовить. Только что тебе рассказывали девушки про фестиваль МКС Стэмов, студенческих театров и эстрадных миниатюр. И очень надеюсь, что этот фестиваль станет традиционным. Думаю, что Стэм хорошо смотреть, попивая чашечку нежного кофе под названием Раф. По легенде, этот напиток придумали в одном из московских ресторанчиков, дабы угодить капризному посетителю по имени Рафаэль. Горячий эспрессо, сливки, ванильный экстракт и готово. Экстракт юмора это КВН. Осенью в нашей губернии состоялась игра КВН на кубок губернатора Самарской области с участием популярных команд высшей лиги и с участием нашей родной команды Самары. Обещают, что подобные встречи на кубок губернатора Самарской области будут постоянными. Как говорится, ты мне про Фому, а я тебе про Ерему. Вот в Турции популярен кофе с чесноком и медом. Чтобы разноплановые ингредиенты соединились в виденный вкус, все смешивается буквально на одном дыхании. Ну, на одном дыхании, после того, как ты чеснока с медом и с кофе, лучше о дыхании не говорить, а помолчать. И посмотреть сюжет о Татьяне Петсоне. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Материалы для своих работ художник Александр Бондаренко находит в прямом смысле под ногами. В ход идут ржавые цепи, кора дерева, ракушки, веточки и палочки. Перед созданием картины «Взгляд из верхнего палеолита» пришлось заняться еще и добычей камня. Мелкая галька составила основу композиции. Большинство из этих работ сделаны из материалов природных. Это жигули, заповедник. Это камень. Представляете, здесь был океан 350 миллионов лет назад. И из этого океана поднимались жигули. И вот эта сама история жигулей, то, что в этих камнях отпечатались раклины, ракушки, отпечатались все жители микрофауны, флоры, микромира океана. Это все вышло на поверхность вместе с горами. Свои декоративные панно Бондаренко создают в технике «микс-медиа», что в переводе с английского означает «смешение стилей». К такому определению автор относится крайне скептически. На деле это направление искусства представляет нечто большее – смешение чувств. Выплеснуть свои искренние эмоции на холст позволяет отсутствие канонов. В основе течения лежат принципы арт-терапии. Для меня работа Александра сегодня на выставке – те декоративные формы, какое-то открытие, потому что он раньше не выставлял эти работы, это его новое, можно сказать, направление в его творчестве. Это просто декоративные какие-то панно или элементы панно, которые могут быть монументальными, какими-то для интерьера. «Микс-медиа» для Александра всего лишь эксперимент. Другую часть персональной выставки составили графические работы. В Самаре художник известен как книжный иллюстратор. Но и тут он не обходится одним карандашом, прибегает к помощи цифровых технологий. Заливка черно-белых оттисков цветом происходит благодаря компьютеру. «Поскольку мы все-таки художники, хочется обогатить палитру, палитру обогатить и сделать ее как-то более насыщенной, приблизить к живописи. Тем более сейчас, если раньше было какое-то цеховое разделение, у нас были скульпторы, художники декоративно-прикладного плана, были графики, были живописцы. Сейчас художники занимаются тем, чем они желают». Жигулевские горы, горящие осенним пожаром, Волга-матушка, переливающиеся на солнце. Мастер стабилен в одном. Темы его произведений были, есть и будут просторы губернии. Сколько бы Бондаренко не путешествовал, всегда возвращался в родной город Самару. «Я впервые знакомлюсь с творчеством Бондаренко, и я поражена настолько необычно, оригинально, самобытно. Но с таким я еще впервые сталкиваюсь. Это не классика, но это достойно быть классикой в своем роде». Александр Бондаренко постоянно открывает для себя новые горизонты. Не исключено, что следующая персональная выставка будет посвящена Ее Величеству скульптуре. Татьяна Пецина, Сергей Костин, программа «Утро губернии». Доброе утро, говорим мы нашим следующим гостям. Ирина Комарова, организатор домашнего театра имени Владимира Табакова, и Ирина Шикина, режиссер монодрамы «Кофе под дверь». Доброе утро. Здравствуйте. На Руси домашние театры были у великосветских особ. У вас тоже свой домашний театр, расскажите, как он выглядит. Вы великосветские особые? Нет, мы себя великосветными особыми вообще не ощущаем и не являемся такими. Мы скорее простые, душевные. Наш театр очень уютный. Хочется заметить, что это необычный театр. И после каждой постановки у нас происходит обсуждение с нашим зрителем. Понравилось, не понравилось. С чайпитием, с ушками, с бубликами. Пьем кофе, кстати. А можно поподробнее все-таки? В том, что вы остаетесь со зрителем, пьете бублики, в этом домашность, если можно так сказать, есть. А домашнего не театра. А вообще сам театр находится дома у кого-то? Дома. У вас, например? Прямо вот раздвинули кресло, подвинули трюк, и давай там играть. Это первый этаж частного дома, достаточно большой по метражу. То есть сценическое пространство где-то порядка 40 квадратных метров, плюс еще зрительный зал. Естественно, это дом. Там есть камин, там есть зрительный зал, там есть сцена, то есть определенные рамки. Натуральные декорации. Да. Действительно, вы заходите, есть большая люстра по центру, все как положено, но только в доме. Плюс еще, когда к нам приходит зритель, наш зритель, у него ощущение, что, вот я просто это не первый раз слышала от зрителей, от наших, заходишь, вроде бы дом, заходишь, садишься, дом, камин, тут сцена, тут софиты. И на какое-то время такое ощущение, как будто ты в театре, в настоящем. А потом раз, щелчок, и ты опять дома. То есть это очень ценно. Мы пытаемся создать такой небольшой мир для всех желающих, кто хотел бы прикоснуться к творчеству, к искусству, может быть, самореализовать себя. Потому что помимо профессионалов, которыми, надеюсь, и мы являемся, и которые с нами сотрудничают, у нас есть и любители. Те люди, которых мы раскрываем, и в последующих, естественно, постановках мы используем уже как актер. Потому что есть. Ваши двери открыты и для зрителей, и для труппы, да? Да, да, да. Постоянно набираете людей. Так, тогда какие постановки у вас там идут, и что вы показываете? Что дают в вашем театре? Вот поскольку у нас театр является некоммерческим, поэтому наш театр открыт для желающих. Потому что платить мы не в состоянии, ну, просто для души. Если кто-то хочет себя в творчестве, или если есть актеры, которые не реализовали себя в таком театре, в большом городском театре, они могут себя попробовать именно здесь, в нашем театре. Поговорим еще о театре, сейчас ненадолго прервемся на наш опрос. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне просто станет неловко, и все. Ну, нейтрально никак не пререгирую. Промолчу. Ну, бить, конечно, не буду, но сделаю некрасивое лицо. Мне будет грустно. Да ну никак, я не отвечаю за чужие глупости. Улыбнусь просто. Чтобы человеку не было обидно, наверное. Наверное, сделаю, что я не заметила ее. Просто промолчу, не прореагирую, не буду обижать человека. Наверное, смеюсь. В зависимости от того, насколько она будет и смешной, не буду обращать внимания. Я человек с юмором, у меня всегда все смешно. Если человек шутит, это уже хорошо. Значит, он позитивно настроен. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжаем с нашими гостями Иринами разговаривать про домашний театр имени Табакова, но не Олега, а Владимира. И о вашем репертуаре. Хотелось бы поговорить поподробнее. Какие спектакли можно там увидеть? Ну, во-первых, помимо спектаклей, мы организуем вечера. Вечера тематические, литературно-музыкальные композиции, то ли более свободные жанры, где есть полет для фантазии, для рассуждения, вечера встречи. Квартирники. Квартирники. Вечера памяти, может быть. Потому что, как говорится, что назреет, то мы его даем. Также у нас сейчас как раз идет, активно идет монодрама «Кофе под дверь». Как раз тема нашей передачи. Да, да, да. Планируем мы, кстати, в тему. Мы такой юмористический, сатирический цикл одноактных пьес, коротких не будем говорить, потому что они в разработке. Это цикл одноактных пьес современного автора. Ну вот, как-то пытаемся. Конечно, количество исполнителей у нас ограничено. Сами понимаете, то, что мы приглашаем людей, мы не платим зарплаты. Это крик души человека. Поэтому репетиции у нас плавающие. Мы подстраиваемся и под наших актеров, и под наших зрителей. Конечно, у нас тоже постановки идут в разное время, и днем, и вечером. Также у нас в основном много очень спектаклей в разработке, которые идут в репетиционном процессе. Основную массу мы планируем запустить летом. Сейчас действующий спектакль и постоянный, который недавно мы, в принципе, выпустили, это вот как раз «Кофе под дверь» монодрамы. Ну, и еще и детские у нас есть. Детские спектакли. Детские спектакли тоже есть, они готовы. Но почему-то, я не знаю, нас воспринимают больше как взрослые, как взрослая публика. Детей нам гораздо сложнее набирать полный зал. Ну, пока так. А зрители это кто? Это соседи? Или все-таки приходят знакомые знакомых? Знакомые. Сарафанное радио работает. Да, это и вот в прошлый раз у нас был актер с драматического театра Герман Загорский. Для нас это тоже было неожиданно. Это приходят где-то и наши мастера, у которых мы учились, в нашей Академии культуры. То есть вот как-то вот так вот по сарафанному радио? Ну, зал мы набираем, и желающих очень много. И на один и тот же спектакль люди хотят прийти по несколько раз. Вот такой вот спектакль про кофе, который приманивает всех. Да, много ли кофе в спектакле по две? Очень много кофе, очень много кофе. Мы его и перемалываем во время спектакля, мы и варим и в кофе машине, мы его и так завариваем, растворимый кофе. И много всяких зерен. И что самое интересное, когда у нас происходит обсуждение, после окончания постановки, мы спрашиваем, чай или кофе, они говорят, нет, только не кофе. То есть они за этот час успевают насытиться этим ароматом, видимо, что им хватает заряда. Я со своей стороны могу пожелать вам, чтобы у вас был не только кофе, но еще и юмор. И было его достаточно много, и был он достаточно качественный. Спасибо, говорим мы вам. Ну, а мы ненадолго прервемся и продолжим с нашим житейским обозревателем. В любую погоду, сквозь дождь и снег, невзирая на пробки и расстояния, мы каждый день спешим на встречу с вами, чтобы в семь часов произнести. Доброе утро, губерния! Встретим новый день вместе! Ежедневно по будням в 7 утра Встречаем новый день вместе! Лена, доброе утро! Доброе, доброе! У тебя красивое синее в черную полоску платье. Да, да, да. Либо белое-золотое. Ты с чем сегодня пришла, рассказывай? Я однажды расскажу вам обязательно про нашу домашнюю постановку, которая тоже в моей жизни была, но сегодня я пришла продолжить тему опроса, которую мы только что посмотрели, про несмешные шутки. Потому что, хотя я считаю, что у меня чувство юмора есть, но так считается 99% населения, наверное, на самом деле я не очень люблю розыгрыши, и еще и больше не люблю всякие звонки и смс, которых я не заказывала. Как только приближается какой-либо праздник, то обязательно кто-нибудь тебя разбудит в 8 утра, потому что всегда есть люди, которые рано встают, чтобы потом плодотворно провести день, а вот ты в это выходное, в воскресенье или в какой-то совершенно свободен, хочешь поспать, и тут начинают сыпаться на тебя смс-ки либо звонки. Поэтому, если вы совсем не настроены иметь в выходной день или в этот праздничный день общение ранним утром или в какое-то неурочное для вас время, об этом стоит позабыться заранее. Ну, во-первых, своим домашним, наверное, нужно как-то доходчиво объяснить, что у вас с чувством юмора есть некоторые ограничения, поэтому пасту на крем для обуви не менять, нигде никаких ловушек не подстраивать и вообще с утра не злить, потому что не у всех оно включается сразу по пробуждению. Наверное, есть смысл выключить телефон и домофон, потому что отчаянные шатуники, они всегда рассчитывают на то, что человеку нужно застать врасплох. Все, в принципе, помнят, что 1 апреля, никому не верят, но вот если в час ночи позвонить, то, в принципе, тут мозг еще может не включиться. Ну, полно историй в интернете, вы найдете про людей, которых куда-то вызвали, врачей на вызов, артистов на выступления, пообещав какие-то просто огромные деньги. Ну, кому-то смешно, как правило, не тому, кому разыгрывают, и человек в результате потом еще и не выспавшийся приходит на работу, наверное, можно и понять его недовольство. Если же касается это смс-рассылки, например, что чаще всего происходит с большинством из нас, то здесь нужно помнить о том, что как бы вы там себя не ограничивали, всегда есть такая вещь, как спам. Если вы на самом деле подписывались на какую-то рассылку, магазины или еще чего-то, то здесь ваша вина, тут же сами предпринимайте усилия для того, чтобы, соответственно, отписаться. Любой уважающий себя организаций, она позаботится о том, чтобы у вас такая возможность была. Но, как правило, очень много таких смс приходит от тех, на кого вы в жизни не подписывались, ничего такого от них не хотели, тем не менее, все это происходит. Любой оператор готов принять ваши жалобы. Поэтому вы звоните по своему телефону. Во-первых, наверное, с первым шагом стоит разобраться со своим телефоном. Возможно, у вас в настройках есть возможность заблокировать этого абонента, занести его в черный список или хотя бы выключить оповещение, потому что есть чудесные смс-ки из банка, которые всегда радуют даже в три часа ночи, если это поступление средств. И, наверное, отключать их совсем неинтересно. Есть смс-ки из магазинов, которые иногда могут прийтись как кстати, но если вы выключите, например, именно на этом абоненте звук, то, во всяком случае, вы их будете читать тогда, когда вам удобно, а не тогда, когда им пришло в голову ее прислать. Тем более, что очень многие, те, кто занимаются массовой рассылкой, делают это в неурочное время. И, соответственно, если же все-таки это какая-то рассылка, на которую вы никогда не подписывались и не можете отписаться, позвоните своему оператору и узнаете, как заблокировать этого абонента. Как есть возможность сделать это платно, так, в принципе, и бесплатно. Главное быть достаточно настойчивым и подумать об этом заранее. Хорошо, спасибо. У нас противоядие к неудачникам-юмористам, которые могут испортить в этот день, когда, в общем-то, всем нужно смеяться, настроение. Спасибо большое, Лен. Спасибо, Лен. Хорошего дня. Ну, а нам, всем остальным, продолжаем, в общем-то, готовиться и нам в помощь гороскоп, который, может быть, поможет справиться с этими юмористами-неудачниками. Итак, овны, как и положено, 1 апреля сегодня вы не поверите никому и ничему. Даже информации о том, что вас повысили. А зря. Тельцы, в день дурака не грех немного подурачиться. Не стесняйтесь подставлять рожки, коллегам разыгрывать соседа, по телефону угощать друзей фальшивыми конфетками. Но тогда уж не обижайтесь, если услышите, в ответ сам дурак. Близнецы, с вашим страхом стать жертвой розыгрыша в этот день лучше на публике не появляться. Забить в уголок и притворить светошью, может, вас и не заметят. Раки, а вот и вам с вашим-то острым язычком в день дурака бояться нечего. Они вам слово, а вы им 10. Львы, на все шутки в ваш адрес отвечайте грозным рыком и страшным выражением лица. Как следует потренируйтесь перед зеркалом, а то вдруг никто не испугается. Девы, на все попытки вас разыграть реагируйте холодной неприступностью. Можете притвориться, что вы глухой, как пенели, только что проснулись. Это должно произвести впечатление. Весын, у вас столько разных сценариев шуток, реприз, гэгов и розыгрышей, что вы рискуете до вечера не выбрать, что пустить в ход. А ведь завтра уже не сработает. Так что хватайте первую попавшуюся шутку и бегом. Скорпионы, прямо с утра громко объявите коллегам в офисе, что их всех уволили, а начальника так вообще лишили права заниматься профессией на 92 года. Вот смех-то будет, особенно если он сам это услышит. Стрельцы, вам сегодня не до шуток. Вы серьезны, как никогда. Но это, правда, до первого розыгрыша, который наверняка устроит ваши любимые коллеги. После этого вам разрешается страшно мстить. Козероги, ваша давняя затея сегодня, как и положено, покажется вам дурацкой. Если не жалко, выбросьте ее из головы. Если все-таки жаль, подождите до завтра и всерьез беритесь за дело. Водолеем, сегодня пострелять из водного пистолетика вам сам Бог велел. Представляете, как смешно будет смотреться водяные брызги на нарядном платье вашего коллеги. Но все-таки рекомендуем в главного бухгалтера не стрелять, а то день зарплаты превратится для вас в день расплаты. Рыбы. Приятным сюрпризом в день смеха будет вяленая рыба, которую вы принесете на службу. И никакой французский парфюм не перебьет этого дивного аромата. Умеете вы все-таки устроить праздник коллегам. Ну, у нас на этом все, друзья. Как, вам еще не сказали, что у вас спина белая? Да, уважаемые друзья, у вас спина белая. И у нас, кстати, тоже. С вами сегодня Саша Байдачная. И Игорь Макарский. Пока. До завтра. Благодарим фитнес-клубкин Аппеллнесс за помощь в проведении съемок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова А.Кулакова